Вот эта женщина симпатичная, медведица ходящая, принцесса на руках сюда. А это на земле делается? А-а-а-а, поняла. Да, я контролирую вас. Победа, Троханов. Идете на четыре вперед. Да, вот сюда. Моя задача встать на ваше место и сбить вашего матроса. Но я пока дофигу. О, еще один вывод. Еще одна активация. Теперь можно этим ходить, можно этим по выбору всех активировано. Идете, сбиваете мои фигуры. Три, два у вас выпало. Ходите. Три, вряд ли, хватит линия, да? Да, да. Есть еще медведица, в которой играет детей. Обычно да. Но сегодня я очень классно кидаю. Раз, два, три, ну или четыре. Пойдем посмотрим стомару. Пониже пупочка, повыше коленочки у тебя сегодня. Один-то? Тольно? Ну что, кто-кто? Ты еще? Двадцать. Двадцать? Шаббат, шалом. За двадцать зубами тебе клацать. Даю триста. Как все понял? Губи мотору, тракториста. За тысячу? За тысячу? Выдави себе прыщу. Ну кто, кто сколько денег дает? Побольше, побольше, побольше. Смотри, конь такой. За пятьсот. За пятьсот? Давай лучше восемьсот. Давай восемьсот. Ну давай, за восемьсот отдам. Не-не-не-не. Ну что, кто сколько денег дает? Даю миллион. С потрохов тебе бульон. Последняя ставка, давайте. Даю два. Даю три. Оставь на дрова. Даешь три. Копьем себе спину почеши. Да, сокры подотри. Ну что, кто сколько денег дает? Отдаю триллион. За триллион? Он дураком, необычный за триллион. Тебе такого коня не пьете. В Москве. В Москве. Где именно, в каком районе? Новые черемушки. Никита, сейчас наш конь доставит вас до новых черемушек. А мы все вместе считаем. Никита, держитесь крепче. Потому что буду лететь сейчас со скоростью света. А мы считаем. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ну все, езжайте. А гарантия-то была? Езжайте. Гарантия 10 минут. Мы за это время управимся. Никогда такого не случалось. И вот опять. Что делать будем, Никита, с нашим конем? Заводится. Заводится пока мясо. Так, может быть, у него капликса болит. Давайте подробно проверим. Да, он не будет. Уважаемый динформированный специалист. Так, давайте одним очевидным посмотрим, что здесь происходит. Может, август проверим. Жила скотина? Свара ее на мясо. Это туша, плоть, туша, кровь. Блин, ну это безборно. Это безборно. Вообще, у него все идеальное. Да у него имя такое просто. Скотина. Да. Хорошо. Это обращь особенный. У тебя левитация будет? Я сейчас сам улету. Вы знаете, с Саурой все в порядке. Да? Будет жесть. Ну-ка, механос, дуй коню под хвост. Все, хором. Раз, два, три. Ну-ка, механос, дуй коню под хвост. Дуй. 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 Давай я ду. Черт, не получается. Еще разок. Третья у меня, они почти девятые, и фотошипы есть. Довольтесь на точку фокуса, на открытые. Прикрываете их, и фотошипы смещается вот это. И все свои платы. Так вот, я так тоже не умею. Я пробовала пресс-празы, у меня получались очень долго и страшно. Можешь попростиковаться. Вот, пояс за собачью. Сейчас, Паша. Вообще здорово. У вас схема где-то нарисована? Там столько всего нарисовано, то что нам самое страшное. Вот так вот, да? О, рисунок сбиваюсь, конечно. Разбираю, переделываю. Что же будет в качестве? Да, мы поедем. А куда вы поедете? Не знаю. Куда они поедут? Хорошо. Мастерские – это замечательные места. Там всякое колдунство творится. Можно всякое интересное руками потрогать. Когда из ничего делают, чего? Почесал собачку, у тебя кусочек чего? Вот вычатывается? Куда деваете? То есть собачки вычатываются. А, кстати, куда девать? За приалки, да? Здесь можно с любой еще такой? О, станок современный. Потому что мне нужно увезти потом домой изделие. Здесь за день очень мало сделать можно. И если я привезу станок этнографический, то есть вот исторический, такие, какие они были хотя бы в 18-19 веке, то мне придется отрезать то, что я успела наткать. И куда я потом это делала? Поэтому я вожу такой шпанок. Он современную конструкцию. Он складной. Очень хороший здесь модель. И прям вообще нежный выглядит. Мы очень сильно влюбились. А в 19 веке стали сразу вырезать пяточку из дерева. Поэтому у нас веретено цельнодеревянное получается, да? Это веретено еще у моей бабушки. Вот, да. Я его отмыла. Оно теперь как новенькое. Не скажешь, да? Там плела надела прям здорово. Вот это моему сыну скорость. Веретено прикрепляется для удобства. Первоначально готовая нитка чуть больше длины, чем само веретено. И прикрепляется к нижней части инструмента. Любую петельку мы прикрепляем сверху. Да, вот здесь. И теперь играет роль левшавая или правшавая. Ну вы знаете, с веретеном ничего. А потом тремя пальчиками направляем острие в серединку ладони. Закручиваем и ловим. Закручиваем и ловим. Наша веретено. Наша задача держать нитку строго вертикально, чтобы она не наматывалась на инструмент, а заскакивалась. Таким образом мы создаем наши ниточки. Закруточку, да, вот такую. Которую впоследствии передадим нашей пудели. О, правильно. Да, еще и еще и еще. Чем быстрее у нас веретено крутится, тем быстрее нитка закручивается. Чуть-чуть можно будет подопустить руку, чтобы у веретена можно было ему крутиться с опорой на стол. Столовое белье с орнаметом в подарок. А также у нас это гораздо более ловим с ума. Красная пудель. Раз, два. Не думаю о том, что все это было. Есть ли тут, ну, а? Обработку. А вот. Ему вопреждение. Вывы вопреждение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok